Всем привет! Ну, друзья, приветствую вас в новом видео. И сегодня, как по названию вы уже поняли, речь пойдет о полупроцепах, которые подходят под зерновозы. А именно в бюджете от 10 до 15 тысяч долларов, какие варианты есть на рынке и вообще есть ли смысл в этих вариантах, стоит ли их покупать. Не будем видео данные растягивать, длинным делать не хочу и не вижу смысла. Это максимально компактно. Сожмем информацию. Своё мнение, свои комментарии по данному поводу, по данной теме пишите, как обычно, в комментариях под видео. И, друзья, я начинаю. Все ссылочки необходимые на Инстаграм, на Фейсбук, на ТикТок. Всё это в описании под видео. С вас по лайку и по комментарию. Как обычно, ваша активность, ваша поддержка – это моя мотивация. Делать для вас новые, интересные и, возможно, с какой-то стороны, с какой-то точки зрения полезные видеоролики. Давайте, ребята, посмотрим, что же можно выбрать под зерновоз за 10-15 тысяч долларов. Так, ребят, ну, давайте приступим. Собственно, сегодня, как я уже и сказал, мы посмотрим с вами вообще, что за прицепы. Можно выбрать, можно найти у нас на нашем замечательном сайте. А в Тарио можно вообще посмотреть, какие найти полуприцепы именно под зерно с бюджетом от 5 до 10 тысяч долларов. Что мы можем вообще с вами найти и какие варианты наиболее подходящие будут. Но, опять-таки, я буду смотреть по своему усмотрению. Вы уже... Так, зерновоз-процеп, зерновоз-полуприцеп нам нужен. Вот он есть. Так. И нужен нам бортовой полуприцеп. По сути, всё. По сути, всё. Больше мы ничего выставлять не будем. Пускай будет побольше предложений по всей территории. Так. Смотрим. Ищем. Понятно. Сюда попадает шо зря в том числе. Так, 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 так. 9200... Короче, смотрите. Я просто буду осматривать варианты и те, которые, на мое усмотрение, будут такими, как бы, подходящими по деньгам и по состоянию, я буду их открывать. Ну, смотрите. Бюджет у нас от 5 до 10. Почему я не открываю до 5? И даже не хочу на эту тему делать видео, потому как это всем понятные адазы, мазы и всё прочее. То есть, подобная буратино, как у меня был, с которым я начинал. И прицепы именно под зерно. Мы не будем рассматривать там шторы и всё остальное. Чисто зерновые полуприцепы. Потому что именно по ним очень много вопросов. Этот прицеп, полуприцеп, не спорю, пачка хорошая, сваренная. И, возможно, даже качественная. Но для 1991 года, даже для контейнеровоза, даже, я вот смотрю, тут написано двойная, двойная полурессора тут будет написано. 9200. Великоватая цена для такого года и для барабанных тормозов и всё остальное. Это как-то великовато. Вот это, к слову, для тех людей, сейчас вот я посмотрю, предварительно я не осматривал. Вот те, которые описали мне, говорили, что можно классного процепа там взять контейнеровоза за 7-8 тысяч. Вы видите, 9200, 8900, 9800, то есть, ребята, о чём вы говорите. Так, что у нас тут, что у нас тут. Свежепереоборудованная оси-сов-энтракт-диск. Проводка новая, рама попесоченная, окрашенная, 62 куба. Да, кузов великоват, кузов великоват, резина 40-50%, понятно, 6400 тара, так, контейнеровоз, зерновоз, вид переоформления любой. Ну, по сути, по сути, с торгом адекватная цена, 2000 год, как бы, плюс-минус, ну, кубатура великоватая, ладно. Понятно, что его там, марафет навели на процеп, даже ещё номера никто не убирал, ни меня. Плюс надо подкидывать резину. Ну, рама, походу, действительно пескоструилась. Новый тент и так далее. Корзина под запаски есть. Ну, ребят, вот этот вариант бы я посмотрел бы, рассмотрел бы, в принципе, здравый вариант, здравый вариант. Но, я бы, если бы его и забрал бы, то тысяч бы за 8. Ну, как бы, за 8 тысяч бы, если там, действительно, кроме резины, всё было бы нормально, то... Ну, понятно, что его пригнали, просто сделали на марафете, но, тем не менее. Так. 6500, это типа, как был у меня. Только с боковыми лючками. Такой же, полу-буратино. Продан при забрежущее состояние, остаток колес 60%, оси сав, барабан, 50 кубов, торху-процепа. Еще и с торгом. Ну, для начала, как вариант. 6900 МАЗ, МАЗ даже не хочу открывать, честно, честно скажу. Даже не хочу МАЗ открывать. Так, Шмидт, 99-й год. Блин, из-за того, что сильно здоровый сундук, тоже не буду открывать. Два лючка, вижу, сделано, но даже не буду его открывать, потому что, ну, потому что такая Шаланда, она просто не нужна. Так, 6000, 92-й год, 2 ватт. 2 ватт, 98-й год, 7500 на полном ходу. Так, оси БПВ. Ну, давайте глянем, что тут. А тут и фотографий нету даже толком. Спасибо. Так, 98-й год, 8700. Все сделано на год работе. Не. Так, тут с новой пачкой. Удовлетворительное состояние. За 7900. Сейчас посмотрим, какое тут состояние. Ну, по документам старый, но... Что тут пишет? Так, вот, удовлетворительное состояние, барабаны, полурессоры, оси БПВ, объем 58 кубов, пломбировочный трос, готов эксплуатации. 95-й год, 7900. Вот, вот, с учетом того, что пачка сваренная по фотографии, на первый взгляд, качественно, с лючками, как бы, 58 кубов, многовато, но имеет место быть. Почему бы и нет, если он... Где-то знакомый процесс, где-то я его видел. Где-то я его видел. Ладно. Возможно, похожий. На этот процесс бы я обратил внимание, но чуть-чуть цена, мне кажется, высоковата. Я, ну, возможно, человек с торгом бы и отдал. Так. Самосвал мы даже не будем смотреть за 9. Не вижу в этом смысла. Так. На свой век, в отличном состоянии, рама не кривая. 6500 2003 год. Плохо... Плохо... Не, рама ржавая. Рама ржавая. Видно, есть места сварки. Что тут у нас? Полурессора. Верхняя. Так. Рама не кривая, не вареная. Ветшлая, короче. Желательно подкрасить, понятно. Вот, доездил, был мешок, ездил за границей. Сделал зерно с 59 кубов. Тент нормальный. Спорный, спорный. Это такой же буратино, как был у меня, только затентованный. Нормальный прицеп, ребята. Еще надо реально найти. Его реально еще надо найти. Поискать. Видите, 8300, ну... 92-й год какой-то... Я даже по фотографиям сейчас не могу определить... Прям такой прицеп, чтобы... Ну вот, прям глянул и типа захотелось взять. Пока я прям... Ну, не нашел таких вариантов четких. 7000 за мазовский прицеп. 2008 год. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете. По этому поводу. По поводу такого полуприцепа. Ну, это космос, конечно. Так, ребятки. Продолжаем, продолжаем мы с вами. 10000. Ну, даже не буду открывать, потому что... Ну, тут сколько? Кубов 70, 75. Я такой прицеп тягал. 80 кубов. Это просто ни к чему. Ни к чему такой прицеп. Это только семечки на нем возить. И пенопласт. А в нынешнее время так тем более. То есть, ну, я даже на такие прицепы не смотрю, потому что оно... Нет у них смысла. Вот это вот Шаланда. Сколько тут кубов? Панаб. Фотографии плохие. Тоже кубов будет 70, не меньше. Ну, он 74 куба, как я и говорю. Это дофига. Дофига, ребята. 55 кубов, я считаю, для бортового... Да и вообще, в принципе, для самосвала, для бортового... 75... Ой, 70... Фу, блин, запутались с этими кубатурниками. 55 кубов, это золотая середина. Самый нормальный полупроцеп будет. Контейнер у вас, самосвал по техпаспорту. Интересно. Так. Прям как мой. 9000. Так, полупроцеп... Все БПВ, прошибники менялись. 90-й год, 5500. Ну, это вот вариант... Для тех, кто вместо Буратино хочет что-то европейское. Да, начинать без бюджета, это, конечно... Во-первых, я бы никому не советовал бы, а во-вторых... Как бы, очень-очень тяжко. Так. Бортовой, 75 кубов. Ну, куда, ну, куда такие прицепы, вообще не могу понять. Так. Что у нас тут? Фотографии не очень. Так. 10000 контейнеров. Ну, вот, ребят. Вот мне там писали некоторые. Да за 7000, за 6000 можно купить контейнеровоз. Бомба. Вот вам, за 6000 контейнеровоз. Бомба. Без резины. Гнилой. Обшарпанный. Ну, и что вы хотите мне сказать, что за 6000 можно купить нормальный контейнеровоз? Я всегда говорил и говорить буду. Контейнеровоз нормальный начинается от десятки. От десятки. И даже сейчас, когда цены попадали, все равно никто не хочет задешево продавать. Он. Клячи какие за 6000 продаются. 5200. Но я не буду такие прицепы даже открывать. Это, ну... Он продается. Он продавался когда-то давно, еще по прилукам. 7500. 7500. Я даже раскрою прям... Ну, просто капец. Это просто, просто капец. Весь побитый, погнутый. Хрен пойми вообще в каком состоянии. Косой, кривой. Это просто жесть. И второй такой же рядом стоит. Металл возили на нем. По-любому возили металл. Видно по его состоянию. Ничего вообще живого нет. Кроме фонарей задних. Я не в обиду владельцу этого полприцепа, но 7500 за такое состояние, за такой прицеп, это контейнеровоз стоимость, о чем 15000. Это просто жесть, ребята. Хватайте, как горячие пирожки. Вы видите, что продается вообще за такие деньги? Десятка. Десятка. 97-й год. Ну, тут хотя бы пачка сваренная. И сафовские ося, и дисковые тормоза, интракс, и подъемная ось. Но, кубатура не написана. Но тут тоже будет кубов 70. 70-75. Но это дофига. Дофига. Вот специально доваривали, добавляли. Лючки боковые. Все это есть. Ну, как бы, типа, с намеком на то, что это полу-типа самосвал. Ну, по состоянию надо смотреть все остальное. Ну, как бы этот, я бы еще просматривал бы, но... Зависит от состояния. Если бы было в состоянии нормальной топ, я, наверное, договаривался бы, ну, типа, за меньшую цену. Десятка, мне кажется, дороговато. Дороговато, мне кажется. Даже с его компоновкой, ну, дороговато. Напишите свое мнение в комментариях, ребята. Так, десятая страница. Уже десятую страницу с вами будем смотреть. 9500 контейнеровоз. 9500 контейнеровоз. Фотографий очень мало. И, по сути, две фотографии только. Ася САВ. Перебранный, состояние отличное. Ну, такой вид кубов 55 до 60. Где-то так. Ну, адекватно. Адекватный и такой аккуратный со стороны. Подъемная ось. Но, опять-таки. Дороговато. Дороговато. 9500 дороговато. Ну, именно для такого. Так. Это что-то у нас интересное. Это что-то интересное. С ключками. Понятно. Типа. Супер-пупер Буратино. 72 куба. Дофига. Дофига, ребята. Но, с учетом того, что... 2005 год. Так. Сафовские ося. Сафовские ося. Так. Резина новая. Там 50%. Так. Суппорт. Все перебраны. Соленбоки все заменены. Едет тихонько. Не стучит. Не гремит. Тарости о чем. И не указано ничего. Так. Возможно продажа с комплектом TX. Понятно. Но, такой. Видно, что не утрепаешь какой-то. А нормальный. Мерседес ося. Я сказал, Саф. Там не указано. Тут не указано, да. Мерседес ося. Я крышки увидел. И крышки, и подвеска у меня такая же на самосвале была. Тоже. Типа как интракция. Только рычаг получается крепится на болтах. И его можно заменить. Если вдруг. Если вдруг даже сломается когда-то у вас. То можно заменить. Тоже немаловажно. А так, по большому счету, ребята. Даже прям нот. Меньше 10. Но смотришь. Нету ничего такого, чтобы прям. Хопа. И захотелось купить. 7900. Он просто. Просто. 5000. Где-то заваленный железом. Какой-то полупроцеп просто стоит. То есть. Ну. По вариантам. Все очень скудно. Все очень скудно. с нормальными свежими пачками сваренными. Контейнеровозы какие-то там. Этот. Все это начинается от 9-10 тысяч долларов. Как я ранее это говорил. Ну что, ребят. Давайте на этом будем осмотр. Скажем так. Осмотр объявлений заканчивать. Потому как. Ну. Вы видите все сами. Я даже некоторые объявления. Многие объявления не открывал. Просто потому что это вот все такое. Как говорится. Для начала покупать. Когда нету денег. Ну что, друзья. Посмотрели мы с вами. Рассмотрели. Какие варианты есть. Как вы видели. Ну. Многие из вариантов. Те, которые есть на рынке. Я их даже не открывал. За 10 тысяч. И так далее. В основном. В основном. За такую сумму. Солба моего личного мнения. Как говорится. Всегда. В финале таких роликов. Я высказываю свою точку зрения. Вы же свою. Пишите в комментариях. Будем дискутировать на эту тему. Я думаю. Все-таки. Вот как мне там писали некоторые. Та вот там. За 10 тысяч. Можно купить. Уже хороший контейнеровоз. И так далее. Как говорится. Небитный крашен. И на резине. И вообще. Когда я выкладывал. Процепы. Своих знакомых. Товарищей. По цене. 7 тысяч. Там. Семь с копейками. Да. Обычные бортовые полупроцепы. Да. Переделанные со шторы. Там. И так далее. Но. Друзья. Это нормальная. Адекватная цена. За нормальный бортовой. Ухоженный процеп. Где перемазаны ступицы. Где. Перебраны тормоза. Где наклепанные тормозные колодки. С пневморесорами. С верхней полуресорой. И с пневмоподушками. Это нормальная цена. Если там целый брезент. Если там есть резина. Просто остатки. По 30-40%. То. Этот процеп. Будет реально стоить. Если там целая рама. Он будет стоить. 7 тысяч долларов. Он будет стоить. В пределах от 6 до 7 тысяч. В любом случае. Но представьте. Если человек вложил туда много труда и денег. За сколько он его должен продавать. Ну. Действительно. За сколько. Сколько ему будет цена. Если даже. Я хочу вам сказать. Я хотел сделать видео. До 5 тысяч долларов. Но там. Реально. По сути. Нету такой необходимости. Делать это видео. Потому как. До 5 тысяч долларов. Продаются. Мазы. Полуприцепы. Мазовские. Такие. Как. Буратино. Был у меня. То есть. Именно. Вот эти вот прицепы. Они там. Ценники идут. От. Полутора тысяч. Там. Которые вообще. Без колес. Стоят. На пеньках. Где-то в траве. Давно уже. В сугробе. И. Собственно. До каких-то бодрых вариантов. Там. 3 тысячи долларов. Есть. 3 с половиной тысячи. Если металлический. Какой-то. Там. Пачка сваренная. Кузов сварен. Нормальный. Даже на Буратино. Который стоит. Его продают по 4 тысячи долларов. Есть по пятерке. То есть. Тут даже. Несколько. В. Осмотре. Вот этих вариантов. По 10 тысяч. Там. Есть даже. Такие варианты. Даже встречаются. МАЗовские. Обычные. Ресорные. Полупроцепы. По такой цене. Поэтому. Нормальный. Реально нормальный. Контейнеровоз. Он. Действительно. Доходит. Цена уже до 15 тысяч долларов. Тем более. Мне смешно слышать. Когда люди говорят. То что. Да ну. За 15 тысяч. Можно уже самосвал найти. Хороший. Самосвал. Можно найти. А хороший. Вот это. Очень. Очень. Сомнительно. Очень. Сомнительно. Но. Это. Опять-таки. Мое личное мнение. По этой теме. Ребята. Свое мнение высказал. Вы. Выскажите свое в комментариях. Давайте. Друзья. На этом все. Всем мира и добра. И. Тщательно. Тщательно и внимательно. Подходите к выбору техники. И. Лучше. В нынешнее время. Я бы советовал вам. Реально вложиться в что-нибудь другое. Ну. Точно не в грузоперевозки. Хотя. По большому счету. Сейчас. Особо даже и влаживаться не вши. Такое время мы живем. Все ребята. Всем спасибо. Всем пока. Мира и добра. Вам и вашим семьям.